Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Разумеется, чем выше потребительская активность, тем больше предпосылок для роста показателей СПА, это в данном случае инфляция, очень важная для американского регулятора. И тем больше шансов для нас, как для трейдеров, уже как следствие всего вот этого, увидеть в декабре долгожданное повышение процентных оставок. Ни в коем случае не нужно недооценивать этот отчет. Есть, правда, определенные допущения, которые мы сделаем в отношении предстоящего Nonfarm Pails, но я о них поговорю чуть позже, когда мы перейдем непосредственно на пару долларов японской иены. Сегодня у нас день прелюдия перед, собственно, Nonc'ами. Не то, чтобы у нас нету отчетов, но нужно понимать, что участники рынка традиционно перед любым серьезным инфоповодом, особенно таким, как у нас заготовлен на завтра, на конец 5-дневки, предпочитают особо не торопиться с принятием торговых решений. Поэтому за день до важных событий мы настраиваемся, конечно же, на высокие показатели волатильности, но и при этом не расстраиваемся, если рынок недостаточно активен. Выжидательная позиция – это правильная позиция, потому что нужно иметь какое-то основание для принятия инвестиционных решений, поэтому зачастую трейдеры ждут непосредственно самих ревизов. Ну, это те трейдеры, которые торгуют на долгосрок и не ловят реакцию рынка в момент выхода отчета, либо публикации какой-то новости. Хотя такая плеяда трейдеров также всегда присутствует на финансовых рынках. Сегодня у нас несколько выступлений высокопоставленных чиновников. Важно отметить, что в 16.10 состоится выступление Джерома Паулса. Это, если раньше был один из представителей ФРС, который позволял нам прикинуть, какие взгляды, опять же, витают в рамках всего монетарного кабинета по поводу более жесткой монетарной политики. Сейчас мы к выступлению Джерома Паулса относимся с большим интересом, потому что, скорее всего, именно он при реализации кадровых перестановок ФРС займет, собственно, должность и апоста Джанет Йеллин. Вопрос еще не решен. Спекуляции на тему того, будет ли у Джанет Йеллин преемник, сохранит ли она за собой, собственно, полномочия после очередного стечения срока, текущего, собственно, срока. Ну, каких-либо новостей по этому поводу, как я уже отметил, новых особенно нет. Если не появится, первым, конечно же, отреагирует рынок, и я, как всегда, буду держать вас в курсе, потому что мы с вами увидимся каждый день в 9.30 по московскому времени, поэтому можно сказать, что держим группу на пульсе, на передовой всех новостей и не упускаем ничего интересного. Поэтому брифинг, он, конечно, заценен для тех трейдеров, которые хотят за несколько минут, опять же, оценить фундаментальный фон прошлого торгового дня и чтобы, скажем, была возможность связать новости с теми идеями, которые реализуются на ваших торговых счетах. Поэтому я оснабжаю вас эту информацию, надеюсь, что вам удается ее очень неплохо использовать. Ну, давайте сначала поговорим про нефть, тем более, что медведи сейчас явно ликуют и радуются, потому что нефтянка, что ни день, то, скажем, определенная, то доля процента, то побольше, а то и сам процент вниз. Это самый настоящий тренд, ну, пусть он пока что локальный, но будем надеяться, что этот локальный тренд после пробоя в поддержке 55 долларов за баррель перерастет в нечто большее. Трейдеры продолжают обхаживать этот рубеж. Участники рынка вчера были замотивированы на анализ отчета по запасам нефти от администрации экономической информации, потому что мы уже еще в ходе вчерашнего брифинга пришли к выводу о том, что рынок нуждается в дополнительном топливе. И, конечно же, этим топливом мог выступить серьезный отчет, правда, сейчас уже постфактум того, что случилось, говорим, что реакция рынка оказалась довольно сдержанной. Но это лучше, нежели чем котировки нефти снова бы развернулись. К катализаторам потенциально этот отчет был, но, как следствие, не привел к тем движениям, которые хотелось бы увидеть в моменте. Важно отметить, друзья, что в соответствии с опубликованными данными запасы нефти за прошлую неделю снизились больше, чем на 6 миллионов. Это очень много, это по совместительству еще вторая неделя подряд снижения запасов. Это практически новая тенденция, которая указывает на то, что нефтепроизводственные мощности в США после урагана фактически вернулись к своим резьбам показательным загрузки. Аппетит хороший, соответственно, на потребление сырья, и запасы будут постепенно снижаться. Но если обратите внимание еще, друзья, на тот факт, что буквально две недели назад, точнее недели назад мы с вами говорили, что все-таки еще не все НПЗ работают в полном режиме, значит, нужно поискать и другую причину. И такой причиной резкого снижения запаса могут стать высокие показатели экспорта. Но в этом тоже есть своя доля логики и правды, потому что, учитывая спред в показателях ценовых между брендом и WTI, конечно же, сейчас американский сорт пользуется очень большим спросом. И если экспортируется больше нефти, это явное тому подтверждение. Давайте посмотрим на цифры. За прошлую неделю экспорт нефти США составил 13,8 миллионов баррелей. Много. При сохранении подобных темпов, я думаю, что легко штатам удастся выйти на показатель в 15 миллионов. Это все, опять же, реализация той долгосрочной программы Трампа, когда нужно быстренько продавать статистические резервы, потому что нуждается бюджет в деньгах. И в соответствии с текущими показателями экспорта, все идет в соответствии с томичным сценарием. Мы связываем это с статистикой и стараемся все-таки снова придерживаться наших долгосрочных позиций и взглядов. Что касается дополнительных факторов негативных, я тоже поискал, что же могло простимулировать сохранение котировок на тех же самых значениях, где мы видели вчера. Хотя после выхода данных от администрации энергетической информации у нефти были шансы, чтобы подрасти. Во-первых, еще и запасы бензина выросли, это нейтрализаторы статистики. А во-вторых, Блумберг опубликовал сообщение о том, что в Ливии фактически полностью уже установлена инфраструктура, связанная с крупнейшим местом добычи нефти, это в Шарапе. Я некоторое время назад делал уже акцент на то, что действительно колоссальные объемы выработки из станций, которые сосредоточены в данной местности и в данном регионе. Соответственно, при высоких показателях нефтедобычи мы уже можем говорить о том, что Ливия будет в ближайший месяц полтора настремительно наращивать объемы добычи и, соответственно, экспорта. И эти объемы добычи, я думаю, что уже к началу ноября выровняются со средним показателем лета. То есть сейчас потенциал добычи роста еще около 100 тысяч. Мы помним, насколько сильно на настроение трейдеров влияют даже дополнительные плюс 50 тысяч к производству. Разумеется, если Ливия наверстает прежние показатели, нефтянки придется еще сильнее просить, потому что это снова вернет на рынок прежние опасения того, что перепроизводство актуальная проблема, ее не удается решить. Не хочу сейчас забегать вперед по поводу ноябрьской встречи ОПЕК, не хочу снова говорить по поводу того, насколько эффективна сделка энергетического пакта. Вы все прекрасно знаете, особенно наверняка знаете, если не пропускаете брифинги, потому что мы уделяем этому достаточно много внимания. Завтра статистика Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Очень важный отчет для нефтянки, потому что есть высокие шансы, то что мы перевалим с вами за 750 единицы нефтеплатформ, которые специализируются на сланцевом бурении. Если, соответственно, прогноз оправдается, если этот сценарий реализуется, друзья, тогда расчеты о росте сланцевой добычи нефти, они, разумеется, будут подтверждены. В США мы будем ждать в октябре плюс 80 тысяч, это еще больше, скажем, увеличит предложение на глобальном рынке и еще раз обратить наше внимание на то, что запасы мировые, если и будут снижаться, то крайне низкими темпами. Поэтому нефть продаем, есть для этого достаточно поводов и оснований. Можете, опять же, зацепиться за то, что сейчас было озвучено, можете вспомнить все факторы, которые я приводил вам с начала этой недели. Кому что нравится, но причин для продажи гораздо больше. Собственно, рубль 57-68 пока что демонстрирует стойкость. Но мы пришли к выводу о том, что для, скорее всего, трейдеров по российскому валютному активу, учитывая знания специфики и российской экономики, учитывая понимание того, на чем базируется благосостояние, сейчас остается, конечно же, триггером нефти, но, видимо, все ждут пробоя вот этой поддержки 55 долларов за баррель по бренду, потому что до тех пор, пока этот уровень держится, есть еще и шансы локального восстановления собственной откаты. В это, конечно же, верят покупатели, но и, разумеется, не хотят торопиться с занятием длинной позиции по паре доллар-рубль. Я надеюсь, что вы не разделяете такую позицию, ну, в плане того, что не нужно торопиться, уже давно находитесь в покупках доллара против рубля и ждете, так же, как и я, 60, собственно, против, 60 рублей против доллара. Дальше идем. Доллар японская иена. Пока что доллар держится на тех же самых уровнях, о которых мы с вами говорили еще день назад. Вот, собственно, наши активы, на которые я, обращая внимание, выписал, опять же, ценовые ориентиры. И каких-либо изменений за время нашего вчерашнего брифинга, то есть с тех пор, как мы с вами обсуждали ситуацию на финансовых рынках вчера, не произошло. Плюс-минус 10-20 пунктов. Ну, это, конечно же, геруда, учитывая то, что мы все-таки смотрим на долгосрочные горизонты. По доллару иене. Сейчас котировки на текущий момент 112.74, то есть на 10 пунктов выше, чем мы с вами наблюдали вчера. Доллар сохраняет пока что интерес к себе как активу, который может показать еще больше восстановления. Но нужно уже показывать это восстановление, потому что многие начинают уже нервничать. Вот мы наблюдаем застой в этой валютной паре уже на протяжении больше, чем недели. Практически одни и те же ценовые уровни. А если посмотрим такую среднюю ценовую, средний ценовой рубеж еще с конца прошлого месяца, он, в принципе, и остается на текущих значениях. Нужно, чтобы доллар рос. Тем более, что мы делаем ставку на покупки. Причины есть о них. Не буду снова ссылаться на прежние комментарии Джанет Йеллен на позицию ФРС. Кстати, вчера состоялось выступление Джанет Йеллен снова, но она предпочла не касаться денежно-кредитной политики. Ну и без ее очередного акцента и намека на декабрьское повышение процентной ставки нам есть с чем работать. Кстати, это целая куча сильных отчетов. Индекс активности в сфере услуг маркет. Здесь рост с 55,1 до 55,3. Более объективная статистика ISM. Рост до 59,8. С 55,3. Чтобы вы понимали, это на текущий момент состояние сектора, который является самым лучшим за последние 12 лет. Ну разве это не повод, чтобы собственноручно сейчас накинуть к вероятности ужесточения политики еще процентов 5? Я думаю, что мы вправе это сделать. Эдипет, статистика по рынку труда, которая традиционно предваряет пьяничный нон-фарм-пэрлесс. Изначально мы были уверены в том, что статистика не то чтобы рачирует, она будет хуже, чем в прошлые месяцы. Потому что мы уже смирились с тем фактом, что ураганы и Харви, и Гирма не прошли собственно бесследно для американской экономики. И наши прогнозы, наши ожидания были подтверждены, потому что количество новых рабочих мест довольно скромное. 135 тысяч, если сравнить опять же с показателем двухмесячной давности, получается 228 тысяч. Серьезный контраст. Но распродаж существенно не последовало доллара. Почему? Потому что нас и ФРС подготовил уже к тому, что статистика сейчас по рынку труда будет довольно слабой. Потому что эти ураганы напрямую повлияли на работу, деятельность мелких и средних компаний. А если повлияло на деятельность, значит и сказалось на объемах найм рабочих. Поэтому сейчас все в соответствии с прогнозами и с ожиданиями. Но вслед за эти месяцы на восстановление конъюнктуры и возвращение в деятельности нормальной деятельности этих компаний, мы уже в собственно ноябре и в декабре будем работать с реальными цифрами, с хорошими, я уверен, которые снова будут радовать нас показателями свыше 200 тысяч. В то же время вчера локальные распродажи по доллару также имели место быть. Они стали следствием выступления Джерема Паула, который, как я уже отметил, рассматривается качественно и более вероятного кандидата на пост преемника Джанета Йеллен. Это представитель монетарного кабинета, который больше разделяет мягкие монетарные взгляды и в принципе о целесообразности. Возможно, не торопиться с ростом процентных ставок. Как вчера эти комментарии сказались на настроениях трейдеров, но потом участники рынка поняли, что Паула это еще не стопроцентная замена Джанет Йеллен. Есть еще, к примеру, Кевин Варш, который тоже уже было несколько встреч у него с Трампом, тоже его рассматривают в качестве кандидата на пост председателя американского регулятора. А это уже человек, который лоббирует исключительно жесткий взгляд, может быть даже более жесткий, чем Джанета Йеллен. Если сравнивать, я правда не помню, когда... 100% не помню, когда в последний раз у меня была возможность познакомиться с его взглядами на текущую монетарную политику. Но вроде бы это было в начале 2017 года, и тогда он выступал за целесообразность пяти повышений процентных ставок. Сейчас, как вы знаете, мы рассчитываем на третье, но его взгляд и его оценка была самая жесткая. Это чтобы вы понимали, что идет человек потенциально к лидерству украинских, американского регулятора, который будет помогать нам, покупателям доллара, потому что любое лобби-изея более высоких процентных ставок, более высоких ставок по федеральным фондам, это должная поддержка для американцев. Доллар и иена, друзья. Ну, сохраняем длинные позиции, ждем пятничный нон-парм-перлс и надеемся, что, как и вчера, статистика не разочарует, она против только станет еще одной вехой, которую мы пройдем, не меняя собственного позиционирования по спорному повышению процентных ставок. Фонд против доллара. Деловая активность в сфере услуг. Это отчет, который немного вчера удивил. Довольно странно было видеть прирост индекса, учитывая и позапрошлый отчет по экономическому росту слабый, и слабость производственного сектора, строительство. Обычно эти релизы работают в связке, потому что базируются на одних и тех же началах. Сфера услуга 53.6, 53.2, рост пусть незначительный, но можно, наверное, сказать то, что в прошлый раз, когда мы видим показатель 53.2, это, по-моему, был минимум за последние 12-13 месяцев. И то, что сейчас индекс вырос, это все равно довольно скромное значение. Настроение формируется по британцу в основном сейчас политикой. Я на нее обращал много внимания по поводу провального четвертого раунда переговоров, по поводу альтернативного плана отсутствия договоренности по Брэйзиту. Обращал ваше внимание то, что со ссылкой на Мишеля Вранье, который сделал акцент, что ни по одному из трех основных вопросов не достигнут еще компромиссов, вы про это ни в коем случае не забывайте. Вчера еще Стендес Инпорт сообщил о том, что Банк Англии не будет облашать процентную ставку. Мало того, что они говорят, что делать это, я имею в виду Банк Англии, да фактически самого решения дела не дойдет. Это соответствует нашей с вами идее и позиции. В частности, Стендес Инпорт сославились на последний жесткий комментарий Карни, который возглавляет Банк Англии с тем лишь посылом, что Карни пытался через вербальные интервенции и возможности изменения монетарной политики повлиять на курс национальной валюты, поднятие курса фунта, чтобы сбить именно импорт инфляции и рост инвесопотребительских цен. Это точно такая же позиция, которой придерживались мы, друзья. Вот видите, сейчас, может быть, оценка ситуации со стороны Стендес Инпост будет для вас более убедительной. О чем это говорит? Ну, между строк это говорит о том, что Карни, да и, собственно, Банк Англии не будет оставлять попыток затащить британца выше, даже несмотря на то, что мы сейчас говорим еще и про потенциальный рост доллара, который должен привести к ослаблению рисковых инструментов. Но есть внутренние триггеры, которые могут оказаться более влиятельными для курса, нежели чем потенциальный рост доллара. Поэтому в отношении фунта мы говорили про фундамент, который создает хорошие возможности для продажи. Я все-таки еще раз повторяю, что сейчас торговля сопряжена с очень большим риском, потому что в прямом смысле 50 на 50. Либо пойдем вверх, либо пойдем вниз. Объяснить можно, собственно, как и движение в сторону 1,4, так же, как и коррекцию британца ниже отметки 1,30. Вам нужно обидеться для себя, какой из этих новостных событий, какая из этих аргументаций может стать той, на которую стоит опереть идею, либо покупки, либо продажи фунта против доллара. Евро против американца. Котировки 1,1755, чуть ниже, чем мы наблюдали вчера во время брифинга. Европейская валюта остается под давлением политических рисков. Не буду повторяться, опять же, с чем они связаны. Важно, что впереди у нас принятие декларации независимости. Каталонским парламентом, это уже практически решенный вопрос. Когда? Либо сегодня, либо максимум в понедельник. Уверен, что за этим тут же последует жесткая оппозиция испанского правительства, которое противится этому. Единственное, что они могут сделать, это снова применить силовые методы воздействия. Значит, очередные локальные стычки, столкновения, к сожалению, скорее всего, снова не обойдется без пострадавших. Это наученные уже мы, как опытом о прошлой реакции евро понимаем, что, исходя из этого, европейская валюта может остаться под давлением до конца текущей торговой сессии и может также, возможно, даже с гэпом начать, скажем, терять стоимостные позиции с начала следующей пятидневки. Параллельно с обозначением потенциала слабости евро, я хочу обратить внимание на индекс DAX30, который в терминалах AMARCETS значится под символом GEAR30. Это индекс основных немецких экспортеров, это, пожалуй, один из немногих инструментов, который может выиграть от слабости евро, потому что ослабление курса европейской валюты, повысит конкурентоспособность национальных производителей, производителей, которые экспортно ориентированы. В этом случае поддержку получаются те, разумеется, компании, которые завязаны на этом бизнесе. Это те компании, которые составляют экспорт, точнее, сути, костяк индекса DAX30. Если вы интересуетесь европейским фондовым рынком и хотите несколько разнообразить трейдинг по европейским активам, вот вам, пожалуйста, евро в сел, собственно, DAX в покупку. S&P, седьмую сессию подряд уже на исторических максимум, никак не хочет спускаться вниз этот инструмент. Поддержку получает и от результатов квартальных отчетов компании. Правда, наиболее интересный релиза все-таки у нас еще впереди. Поддержку американскому фондовому рынку оказывают также и суперкрутый отчет, чего стоит только один индекс ISM, который оказался на максимальном уровне с 2005 года. Пока что трудно что-то фундаментально заложить в основу коррекции американского фондового рынка. Но еще раз повторяюсь, что эту коррекцию может спровоцировать самый незначительный повод. И в этот момент лучше не оказаться под раздачей, потому что эта коррекция может превысить 5%. Поэтому, друзья, если вы все-таки настойчиво продолжали покупать, ну, признаете уже тот факт, что вы прекрасно заработали в последнее время на этом активе, потому что американский фондовый рынок, по-моему, раз, вот S&P точно 42 или 43 раза переписал исторический максимум в этом году. Можно уже все-таки признать, что максимум сливок уже снято. И, наверное, обыскать какой-нибудь другой инструмент для трейдинга. Но здесь уже американскую фонду оставить в покое, потому что очень много рисков, связанных с трейдингом. Из событий сегодня в 15.30 классика, для четверга это заявленная посылка безработицы, в 16.10 выступление Паула, в 20.30 выступление Халдейна, это представителя банка Англии. Ну, учитывая то, что я сказал, и если расчет все-таки и нашей стендис-инпост был уверен, скорее всего, снова мы услышим намеки на возможность скорого повышения процентной ставки. Поэтому фон сегодня имеет фундаментальные основания, чтобы все-таки пойти повыше. Друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Соответственно, хорошей вам торговой сессии, хорошего закрытия недели. И если есть вопросы, не забывайте то, что их всегда можно оставлять на нашем канале на YouTube. Я обязательно дам ответ, помогу вам разобраться с какой-то ситуацией, либо с удовольствием проанализирую для вас какой-нибудь инструмент, который не подпадает в ассортимент тех активов, на которых я остановлюсь в рамках брифинга. Все для вас, потому что все эти брифинги – это для клиентов компании Amarkets. Надеюсь, что этот контент, информация вам полезна. Если полезна, можете поставить лайки, большие пальцы. Всего доброго, до свидания.